Уровень доверия президенту по этому опросу большому, который мы провели, составил 66,5%. По уровню доверия президента в телефонном опросе, которому мы предваряли это исследование, было 74,2%. Наибольший уровень доверия мы задавали армии 69,2%, церкви 66,8%. Правительству 57%, правоохранительным органам 51,9%. Блок, который касался конституционной реформы и базовые вопросы были, как вы считаете, соответствует ли действующая конституция потребностям общества и государства? На данный вопрос положительно ответили 57,8% респондентов, отрицательно или не соответствует 27,3%. Большинство опрошенных, 72,4%, не поддерживают происходящие в стране акции протеста. О поддержке протестных акций высказалось 15,4% опрашиваемых. Кроме того, 75,9% ответили, что акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Что, в принципе, объективно и понятно, что люди уже в выходные осенью особо старались ни детей в секции не водить, ни самим отдыхать. Но в больших городах, или, по крайней мере, в Минске это, конечно, чувствовалось. Мы обратили внимание, что вот эти проценты недовольства акциями люди в малых городах не особо замечают, потому что у них такого раздражителя, триггера в жизни общественной, ну, в своей жизни личной особо незаметно. Вот. Белорусской оппозиции в целом не доверяют 63,4% респондентов, доверяют 17,2%. Здесь тоже уровень доверия, недоверия – очень такой интересный вопрос, потому что, когда задаются такие контрольные вопросы, открытые, назовите лидера оппозиции, фамилии, практически единицы называли людей из старой когорты оппозиции. Вот эти 20-25 лет их борьбы с режимом, они вылились в то, что там, знаете, из 10 тысяч ответов 3-4 человека называют, там, условно, я не буду рекламу делать, но того, кого вы, как журналисты, знаете, что он там постоянный тьюсмекер или что-то, и очень мало. И вот пришли новые люди, их называют, часто путаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!